На этом уроке мы с вами поговорим немножко про 73-ю страницу трактата Эйрувин. И здесь продолжение той судьи, которую я уже упомянул на предыдущем уроке. Я сказал, что здесь спорят два мудреца, Раф и Шмуэль. Первое поколение бавилонских амораев. Раф вообще происходил в земле Израиля, но основная его активность позже, в конце жизни, была в Бавилоне. Я уже рассказывал про две академии, которые тогда существовали, две главные академии в Бавилоне. Так вот, Раф основал академию в Суре, и Халаха обычно следует мнению Рафа. В большинстве законов, кроме законов бизнеса, Шмуэль, он больше был специалистом именно в законах, связанных с судом, тяжбами, то, что у нас шухонарухи в секции хошин мишпад. В этих законах, то, что называется бединей, в законах динем, в этом законы обычно идут как Шмуэль. Но во всем остальном обычно Халах как Раф. И в данных законах, в том числе, да, в законах Эрувина, разумеется, Сахалаха идет обычно как Раф. Так вот, мы сказали, но в предыдущем раке немножко обсуждали законы Хануки, которые не то, что имеют прямую связь с данными законами, но, во всяком случае, похожая идея. Если человек спит в одном месте, а ест в другом, где считается его дом в отношении Хануки. Но там, на самом деле, не все так же. А в отношении Эрува, и это может иметь отношение к Эрув Тахумим и к Эрув Хацирот, да, у нас Халаха идет как Раф, что место, где человек ест, считается главным. А Шмуэль считает, что место, где человек спит, считается главным. Так вот, что интересно, и это я хотел обратить ваше внимание, если вы посмотрите, у нас есть в конце, опять же, обычных изданий Талмуда. Я говорю вот про те издания Талмуда, где с времен вильнисовского издания было такое особое, важное очень издание вильнисского шасса, где напечатали очень много разных дополнительных комментариев, и с тех пор так вот печатают обычные стандартные издания Талмуда. И вот там много охроним, как я говорил, много поздних мудрецов, напечатанных после каждого трактата. И один из последних обычно перед рифом напечатан, называется Ефе Эйнаим, такой был мудрец. И его комментарии, они отличаются сильно от комментариев других мудрецов тем, что его в основном концентрация на том, что в других источниках Хазаль. То есть он часто сравнивает бавилонские иерусалимские Талмуды, или мидраж может привести, в котором тоже обсуждается та же идея, как в Талмуде. То есть это очень важно для того, что по-английски называется cross-references, когда как-то соединяются. У нас, если вы посмотрите на страницу бавилонского Талмуда, обычно если какая-то сугия, какой-то отрывок еще где-то цитируется в Талмуде, это у нас есть прямо на странице, есть сноска, что вот где еще такая же сугия. Бывает, что одна и та же сугия, например, в пяти или даже десяти местах в Талмуде. Но то, где это в Иерусалимском Талмуде, или что именно, или есть ли различия, или есть ли это в мидражах каких-то, такого у нас на странице нет. А вот Ефейнайм для нас это делает. И здесь он приводит интереснейшую вещь. Это не единственный пример. Есть много таких примеров, где плукта, да, диспут между двумя мудрецами в Иерусалимском Талмуде приводится просто с точностью до наоборот. То есть у нас Раф говорит, что место, где человек ест, главное, а место, где человек спит, это не главное его место житья. А Шмуль говорит, что наоборот, место, где он спит, это его главное место. А в Иерусалимском Талмуде все с точностью до наоборот. Причем невозможно сказать, что это ошибка переписчика в Иерусалимском Талмуде. Конечно, в Иерусалимском Талмуде очень много описок, да, ошибок переписчиков, больше гораздо, чем в Вавилонском. В Иерусалимском Талмуде вообще очень плохо сохранился. Но в данном случае Русский Талмуд именно объясняет, почему именно Шмуль так считает. Потому что Талмуд там начинает с того, что они сначала не уверены, кто сказал из двух мудрецов, Рав и Шмуль, кто из них сказал, что главное место, где ест, а кто из них сказал, что главное место, где спит. И потом докажут, что именно Шмуль таки сказал, что главное место там, где он ест. Представляете, какая разница? То есть, если бы правильная была бы версия, как в Русский Талмуде, то и Халаха была бы, казалось бы, наоборот. Потому что я уже сказал, что Халаха обычно у нас как Рав во всех этих законах, кроме законов бизнеса. И таких примеров есть множество. У Равирура Маргулиса есть предисловие его книги Шему Лам, у него есть книга, где он обсуждает как раз места, где непонятно, кто из двух мудрецов сказал одно, а кто другое, и доказательства. Он приводит примеры, где часто у нас две разные традиции. Иногда-то разница между Русалимским и Вавилонским Талмудом, иногда-то различия между Талмудом и Медрашами. Вот недавно прошел праздник Суккот, почему мы вообще сидим в шалаше, вы задумывались над этим? Есть два основных объяснения. Одно, которое в результате стало халахой в Шухонарухе, что нужно думать о том, что Всевышний нас предохранял с помощью особых каких-то облаков, ананейковод так называемый. Но есть и более простое объяснение, согласно Пшату, и там говорится просто, что кибасукот сухошавти на Исраэль, что это имеет в виду простой смысл, что Всевышний нас вывел из Египта и поместил нас в шалаши. Что в этом вся идея. Мы были в шалашах, когда вышли из земли египетской. Действительно, в пустыне они же жили в каких-то шалашах, и в память об этом мы празднуем праздник Суккот. Но, как я сказал, это не просто теоретический диспут, это практический диспут, о чем нужно думать в Сукке. В Шухонарухе нужно именно концентрироваться на том, что думаешь, что над тобой были какие-то особые облака чудесные. Но, согласно более банальному, простому объяснению, об этом думать не обязательно. Нужно думать о том, что мы были в пустыне, и Всевышний нас вывел, провел нас по пустыне. Что это в память о наших путешествиях по пустыне праздник. Интересно, что это диспут между Раби Акивой и Раби Лезером в Талмуде. Но, согласно тому, что мы уже говорили с вами, как раз в Таркатии Рувин мы это обсуждали, что есть общий принцип, что халаха, как Раби Акива, против его друга, как говорится, против какого-то другого мудреца. А особенно, когда он спорит с Раби Лезером, хотя это был его учитель, но, в принципе, как Раби Лезером у нас очень редко халаха следует. Раби Лезер, говорится, был Шамути. Некоторые объясняют, что он был из школы Бет-Шама, и, во всяком случае, что обычно халаха не следует ему. Казалось бы, здесь мнение Раби Акива должно быть главным. Так вот у нас Талмуде говорит, что Раби Акива как раз дает более простое объяснение, что стих этот говорит не о каких-то облаках особых, а просто о том, что мы жили в шалашах. Почему же Шуханар постановляют как Раби Лезер? На самом деле, есть версии в некоторых Медрашах, в Сифра, по-моему, приводится, где как раз наоборот, с точностью до наоборот. Раби Лезер говорит, что мы жили в шалашах, а вот Раби Акива говорит, что у нас покрывали особые облака, или как-то окружали особые облака. Во всяком случае, нас Всевышний предохранял с помощью особых облаков. Это еще можно приводить множество и множество примеров, где есть различия такого типа, но есть другие различия тоже, у нас много есть, различий в самом Бавиловском Талмуде тоже немало. Но вот я говорю сейчас именно о конкретных случаях, когда различия в том, что мудрец А говорит что-то, а мудрец Б говорит наоборот. И в других источниках как раз обратное, что мудрец А говорит то, что в этом источнике говорит мудрец Б, а мудрец Б то, что в этом источнике говорит мудрец А. Вот таких ситуаций у нас немало, к сожалению. Конечно, мы обычно следуем Бавилонскому Талмуду в практических вопросах, поэтому все равно остается непонятным, почему Шуханаров постановил, что нужно думать об Ананей Кавод. В нашем Талмуде Раби Акива считает как простой смысл стиха. Казалось бы, тогда и Аллаха должна этому следовать. Ну, как бы там ни было, вот такая вот интересная деталь. Я хотел вам просто обратить ваше внимание на то, что диспут в нашей суге по отношению к Ирювин приводится в Иерусалимском Талмуде как на обратный диспут. Но вот у нас Аллаха, как Бавилонский Талмуд, как мнение Рава в отношении Ирювин, что именно все зависит от того, где ты ешь. Это главное место человека. Но есть определенные исключения тоже, как здесь видны и суги. Например, если человек хотел бы есть там, где он спит, но не может и тому подобное, там тоже есть ситуации, когда место, где он спит, становится главным. А вот в отношении Хануки мы уже обсуждали на другом уроке, на предыдущем уроке, что есть определенные нюансы особые именно для Хануки. Но в результате выходит, что и в Хануке в основном в том месте, где человек ест, особенно в наше время, когда мы зажигаем внутри, то место, где человек ест, считается в основном главным. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.